божественный промысл святителя иоанна тобольского 1916 год все несчастья и бедствия происходят по воле божией все в мире даже по виду злое кроме греха происходит по воле божией богословы объясняют это таким способом начало зла в собственном смысле есть грех в каждом грехе заключается первая причина его производящая и вторая ее неизбежное последствие то есть исправление наказанием причина греха есть лживость или своеволие горделивого грешника наказание же вообще как исправительные так и казни будучи горькими последствиями своей причины происходят по воле божией как причине не греха но исправление или уничтожение онного и так если мы из понятия греха отбросим его причину а лживость и своеволие то не будет ни одного из горьких или злых его последствий которое бы не происходило по воле божией или было бы ему не угодно как горести греховные частного человека так и мирские обыкновенно называемые естественными бедствия как-то голодовки засухи моровые поветрия и тому подобное часто не имеющие непосредственного отношения ко греху частного лица происходят по воле божией а потому все бедствия и горести человеческие положительно происходят по воле божией ради достижения праведных целей промысла божия один только грех противен богу подобно тому как зло против на добру или ложь против на истине но попускается богом ради не нарушение личной человеческой воли или его свободы многие обманываются по своему крайнему невежеству думая что только зло проистекающие от естественных причин именно наводнение землетрясение неурожая неблагоприятные атмосферические явления повальные болезни внезапная смерть и так далее происходит по воле божией ибо по большей части такие несчастья не имеют прямого отношения к грехам но злостное деяние происходящее от противозаконного умысла человеческого от неправды каковы ругательные слова насмешки обманы подлоги хищения обиды действиям грабежи разбой и убийство и так далее приключаются по мнению названных выше людей независимо от воли божией и его промысла но единственно по человеческой злобе и развращенной людской воли которая сама причиняет и наносит ближним своим всякое зло а потому не только в минувшее давно прошедшее время но и в настоящие времена нередко слышны жалобы оскудение в пропитании и необходимых средствах для жизни произошло не от бога от лихаимцев жалобы эти жалобы людей не ведущих бога они не достойны христианина предмет о котором сейчас говорили мы поясним примером некто вознамерившись лишить ближнего всего имущества его и желая исполнить свое злое намерение в тайне прокрадывается никем не замечены в его дом подкладывает зажженные горючие вещества под строение и также незаметно выходит из дома вскоре затем начинается пожар пламя увеличивается огонь перебрасывается ветром на другие строения люди отовсюду сбегаются гасить огонь и защищать от пожара смежные дома поджигатель также бежит с другими людьми как бы для тушения пожара но он имеет другое намерение он пользуясь пожарной суматохой уносит из горящего помещения вещи будто бы для спасения от огня на самом же деле похищает их свою пользу и прячет их хотя все эти действия поджигателя служат непосредственно причиной понесенного хозяином дома разорения и лишения всего имущества но рассматриваемые исключительно в себе самих то есть без отношения к злому умыслу зажигателя не будут ничем отличаться от так называемых физических бедствий они от бога подобно тому как по изволению божию гром убивает человека молния зажигает дом или растущее дерево ураган разносит скошенная сена так и зажигатель он не может не войти в дом не выйти из него не огонь подложить без попущения божия да и сами эти действия безразличны не злы не добры потому что могут послужить как козлу так равно к добру но зла воля лукаво намерение которыми руководился поджигатель и причиной которых является уже не бог а свободная воля поджигателя это его грех хотя ему бог и попустил выполнить на деле свой злой умысел ибо мог бы и возбранить бог совершения онного если бы то было ему угодно не возбранил же господь совершения злого умысла но попустил выполнить он и по праведному суду своему а причинах такого попущения сказано будет последствия если бог не есть начало нравственного нашего падения которое одно и есть истинное зло и быть им не может чистого ока его ежи не видите зла и возлюби правду и возненавид беззакония то вполне истина что всякие бедствия проистекающие от вторичных причин разумных или разума не имущих каким бы образом не произошли происходит все по воле божией не спосылаются его крепкую десницею по его усмотрению и промыслу возлюбленный бог направил руку на ударение тебя бог подвинул язык обидящего или клеветника на поругание или оклеветание тебя бог дал нечестивому силу на твое низложение сам бог устами пророка исаи подтверждает это говоря я господь и нет иного нет бога кроме меня я припоясал тебя хотя ты не знал меня я образую свет и творю тьму делаю мир и произвожу бедствие я господь делаю все это яснее подтверждает это пророк амос бывает ли в городе бедствие которое не господь попустил бы как бы говоря нет ни одного бедствия которое было бы не по воле божией которая злой умысл попускает а а к привидению его в исполнении указывает способ и подает силу так бог имея в виду наказать царя давида за грех прелюбодеяния его женой урии и за убийство самого урии грехом кровосмешения и собственного его сына с его женой говорит давиду через пророка нафана вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему а весалому и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем ты сделал тайна то есть прелюбодеяния и убийство а я сделаю это то есть а весаламова кровосмешения пред всем израилем и пред солнцем весьма хорошо выразил эту мысль блаженный августин говоря таким образом бог исправляет добрых людей через злых нередко также божие правосудие употребляет нечестивых царей и злых князей как свои орудия для научения праведных терпению и для наказания нечестивых за их преступлений проступки а вот примеры бог через пророка исаи угрожает разращенному народу израильскому погублением его и опустошением палестины через ассириан говоря горе ассирианам жезлу гнева и бичу негодование моего на израильтян которые пущу я на народ нечестивый на людей прогневавших меня я дал ему повеление ограбить их забрать все их богатства и самих их плен разорить города их и потоптать их как грязь на улицах но ассирианин не так подумает и не так помыслит сердце его у него будет на сердце разорить и истребить немало народов здесь ясно показывает бог что не воля царя ассирийского но его святая воля исполняется ассирианами он называет их орудием гнева и бичом негодование своего на беззаконие израильтян и следовательно себе самому приписывает их наказание я послал их как бы говорит он взять у них добычу и усмирить непокорных мне и сильно надбивающихся в уме своем они отвергли веру в единого бога и почтили идолов языческих безумными и жестокими обрядами и жертвами сам же царь ассирийский приводя в исполнению волю божию иначе будет думать именно что это он совершает по собственной своей воле и не образумится но устремиться на убийство и конечное истребление народов однако же послужит он моей воле когда же войною ассириан накажу людей моих исправлю их тогда горе же злотому горе ассирианам всех их как ненужное орудие брошу в огонь на сожжение равным образом смотреть должно и на другие праведные наказания попускаемые на нас от бога за наши неправды римский император тит при осаде иерусалима сам лично обходя его стены и видя рвы наполненные трупами мертвых людей льющуюся кровь из увеченных растерзанных тел тяжко вздохнул и возведшие глаза и руки к небу сказал боже милостивый не мое это дело спросит нас кто-либо если верно что все бедствия постигают нас по воле божией то напрасно нам противиться его святой воле тщетно употреблять лекарства в болезнях зачем вести вооруженные полки против нападающего неприятеля почту добровольно не подносим ему ключей от крепостей наших и не пускаем его охотно в нашу отчизну для нашей погибели зачем не подражаем блаженнейшему архиерею лупу который приветствовал атилу такими словами приветствую тебя атила бич божий отвечаю вопрошающим что разорительные войны и прочие беды происходят не без воли божией дело ясное как мы указали раньше но отсюда не следует еще что не должно не вооружаться против врагов не прибегать к врачеванию наших болезней считая это противодействием воли божией объясним это на примере болезни по какой бы непосредственной причине не началась она нет никакого сомнения как замечено выше что на то была воля божия однако же больному неизвестно намерение божие о времени продолжение его болезни а потому не воспрещается больному прибегать к различным средствам исцеления себя от болезни и когда он уже после употребления многих врачующих средств не получит выздоровление то может быть уверенным что на то есть воля божия чтобы ему терпеть продолжительную и тихчайшую болезнь так смиренно рассуждай каждый болезненный брат что богу угодно продержать тебя еще в болезни но так как ты не знаешь имеет ли бог намерение чтобы ты страдал до смерти то безгрешно можешь прибегать к средствам врачевания для получения здоровья или хотя бы для облегчения болезни безгрешность врачевания доказывается и тем еще что если богу не угодно возвратить тебе здоровье то он может лишить всякое средство врачебной его силы таким же образом должен рассуждать о врагах и войнах бог многократно допускал неприятелям порабощать израильский народ с тем чтобы народ этот не бесчинствовал не забывал о боге своем и израильтяне пока не сознавали на то волю божией сопротивлялись своим врагам но они иначе поступили когда пророк и еремея возвестил им волю божию покориться царю на в ухода носору равным образом если начавшийся пожар при всем старании народа и пожарной команды не мог быть потушен то явно что суд божий решил чтобы дом не только был подожжен но и сгорел совершенно для испытания терпения друзей божьих и в наказание врагов подобным образом должно рассуждать и при всех других событиях нашей жизни смотрите любезные братья получает блаженный августин никогда не говорите это мне дьявол сделал это несчастье нанес коварный враг но все что делается с тобою и доброе и злое приписывай богу своему зная что дьявол не может ничего тебе сделать если вышний бог имеющий власть над жизнью и смертью не попустит ему чего-либо учинить тебе для твоей казни или исправления твоего казни попускает бог для нечестивых сознательно поступающих против своей совести явно отвергающий истину исправление же попускает для погрешивших чем-либо сыновей билет же всякого сына его же приемлет и ты не надейся остаться без наказания если только не думаешь быть отчужденным от небесного наследства билет всякого сына его же приемлет признает наследником так ли всякого ли где ты хотел скрыть себя от наказания всякого бьет непременно никто не изъят от наказания да будет тебе известно что сам единородный сын божий не совершивший никакого греха не был изъят от наказания превосходно это наставление действительно достойно она блаженного августина вспомним и осифа прекрасного первого вельможу после царя в египте какие терпел он беды и злые приключения до того времени пока достиг высочайшей чести и власти началом приключений с ним была братняя зависть она была причиной семейной нелюбви к нему которая на такой степени возросла и усилилась что он был продан как пленник измаильтянам и уведен в египет не лучшее благополучие встретила его и там любовь к нему госпожи его оказалась более вредную и пагубную для него чем братняя ненависть ибо когда этот красивый юноша возлюбивший нравственную чистоту и целомудрия не внял соблазнительным предложением своей госпожи иметь с ним прелюбодейную связь то было клеветан ею пред ее мужем и без вины заключен в тюрьму где и просидел в течение трех лет действительно он не тот час после прибытия своего в египет счастью посажен был на торжественную колесницу но вошел на нее по терновым ступеням величайший скорбей и невзгод все же это было по непостижимому проведению божию в чем удостоверяет на сам и осив говоривший последствия своим братьям не вы послали меня сюда в египет но бог не бойтесь воле божией невозможно противиться вот вы умышляли против меня зло но бог обратил это в добро чтобы сделать то что теперь есть сохранить жизнь великому числу людей осём святой златоуст так рассуждает об этом не довольно только слышать но надо мной самим поступать таким же образом и так успокоим и утешим тех которые сделали нам зло не у меняя его им в вину но все перенося терпеливо и благодушно ибо мудрый промыслитель бог бедственное приключение друзей своих обращает радостные события часто нанесенная нам обида доставляет нам великое благополучие многие падали и через свое падение восходили на лучшее для себя проведение божие для осуществления предустановленных им целей употребляет не одни добрые поступки но и грехопадения узнал ты судьбы и оси фавы уничтожь злобу его братья удали их зависть истреби совещание сделанное именно его убиение и ты истребишь все то что содействовало сохранению в целости всего египта желаешь ли проследить непостижимую тайну искупления христом всего рода человеческого уничтожь в сердце иуды искариота сребролюбия у иудеев зависть ко христу спасителю вместе с этим удалил бы ты спасения всего мира кровь и смерть христову искорение дьяволов тотчас же сильно уменьшатся благочестивые подвиги победы и получаемое за них воздаяние истреби мучителей откуда возьмутся святые мученики таковы уставы провидения божия достигать добра не только через добродетельных но и через злобных людей даже через самих дьяволов продажа иосифа его братьями было действительно устроена богом но самое совершение онной покрытая злобою братьей было делом злобную их воли когда царь давид убегал от восставшего против него непокорного сына а весолома некто семей из рода дома саулова забежал вперед давида и стал поносить его жесточайшими словами уходи уходи убийца беззаконник господь обратил на тебя всю кровь дома саулова вместо которого ты воцарился и предал господь царство в руки а весолома сына твоего и вот ты в беде ибо ты кровопийца вот поражающий образец человеческой злобы а веса брат иова военачальника видя такое поругание над давидом говорит зачем этот мертвый пес злословит господина моего царя пойду я и сниму с голову но царь усматривая в этом поношении себя изволение божие является защитником своего гонителя говоря своим спутником оставьте его пусть он злословит ибо господь повелел ему злословить давида кто же может сказать зачем ты это делаешь семей тяжко согрешил проклиная давида потому что хотя бог и употребил его как орудие для поношения царя но не был причина его злобной воли он лишь мудро употребил ее в наказание давиду подобно давиду каждый из нас должен смотреть на носимые ему нападения и озлобления злыми людьми которых самоволие всемилостивый бог употребляет или для вразумления неповинных или для наказания виновных святой дорофей повествует что один старец богоугодной жизни в течение нескольких дней не мог принимать пищи по болезни своего желудка служитель желая подкрепить старца пищу задумал приготовить для него более приятное питательное кушание он из двух сосудов похожих друг на друга взял по ошибке для приготовления пищи тот в коем хранилось старое прогоршее масло таким образом при всем своим добром желании угодить старику он влив изобильно в его кушанье не мед но едва ли не самую смерть приготовил ему такое кушанье которого не ела бы и голодная собака больной едва попробовал принесенной ему пищи тотчас узнал ошибку приготовлявшего ее но промолчал и ел через силу потом когда желудок его не позволял принимать ему больше этого кушания положил ложку не говоря ни слова о непригодности пищи но служитель стал его упрашивать чтобы больше покушал такого прекрасного кушания говоря я приготовил его старательно со всем усердием оно подкрепит твое здоровье добрый старик не только не произнес гневного слова на служителя но даже мысленно не рассердился на него и отговорился от еды только тем что уже сыт и не может больше съесть тогда служитель едва попробовал сам этого кушания тотчас бросился к ногам старца и с горестью сказал ему убил я тебя честный отче зачем ты скрыл своим молчанием мою непоправимую ошибку не смущайся сын мой если бы богу было угодно чтобы я покушал сладкого то ты принес бы мне сладкое при этом святой дорофей замечает старик сказал правду что если бы было угодно богу дабы больной старик кушал вкусное кушание то бог не попустил бы ошибки служащего или превратил бы прогорклое масло в свежее так подобно старику поступает тот кто во всем признает проведение божие он ни в коем не хочет видеть злонамеренности никого не подозревает но истина признает что все случившееся с ним бывает по проведению и воле божией греческая царица ирина в царьграде незверженная с царского престола презренным рабом обратилась к богу со словами благодарю тебя господи что ты меня сироту недостойную возвел на престол царский но по элику ты же попустил чтобы лишена была я престола считаю это последствием грехов моих да будет со мною воля твоя во всем же злом и добром да будет имя господне благословенно истина то что никто не может вредить нам разве в том в чем мы сами себе вредим а потому справедливо сказал блаженный августин верую господу богу без всякого сомнения и поручи ему всего себя насколько станет твои силы тогда он не отвергнет тебя не перестанет возвышать тебя к себе и ничего не попустит злого для тебя хотя бы ты был и убог и незнатен это наставление каждый должен знать совершенстве и должен крепко содержать в уме следующее ничего противного нам не может приключиться с нами без воли или попущение божие не дьявол и никто из людей не может повредить нам если бог не попустит должна верить крепко что хотя и самые тяжкие бедствия постигают нас по распоряжению бога как верховного царя но посылаются они на нас от милостивейшего отца в нашу же пользу для вразумления и исправления нашего за наши неправды и грехи следовательно никто другой кроме самих нас не может нам навредить и и и и и и